привет всем подтягивайтесь в эфир и скоро начнем еду я на тренировку напишите чем вы занимаетесь все другу поприветствуем опять же напишите откуда вы интересно всегда знать на какой регион освещание идет я конечно же она идет и везде но где в данный момент смотрит тебя и где гладкий где в данный момент есть отклик а тема вот какая сегодня значит когда боевые искусства могут реально пригодиться причем боевые искусства не как некая философская концепция там все такое прочее а именно как умение драться то есть умение бить руками и ногами идет в этом удушающие и болевые приемы когда это может вообще понадобится причем так понадобится что избежать этого вообще нельзя и я затеял этот эфир для того буду выставить то что я доеду быстро до места куда мне надо вот поэтому чтобы успеть в ответ на вопрос одного человека который под постом в этой группе или под видео я вызвал такую вещь а зачем вы вообще разбираете тему боевых искусств как непосредственно там умение сандрация мы живем в цивилизованном мире и всегда можно решить вопросы на бла-бла-бла потому что если там нападение сам задумано то она всегда происходит с оружием ему противостоять не сможет никто не мастер боевых искусств и не дилетант поэтому это абсолютно бесполезно а во всех остальных зонки случаев можно там избежать я не могу представить себе ситуацию тогда умение сандрация вообще понадобится может и это скажите мне как об этом я ему написал очень коротко говорю если вы не можете представить себе такую ситуацию где это понадобится может то вы живете скорее всего либо на луне либо в каком-то непонятном с параллельном мире и и и никак иначе всем помахал вот почему очень просто потому что такие ситуации есть даже сам цивилизованном мире есть такие вещи когда если вы не сможете быстро там отреагировать определенным образом а реакция будет у вас однозначная то вы просто потеряете нет ни жизни вы потеряете скажем так гораздо больше вы потеряете свою осознанную жизнь и потеряете свое лицо и вообще все что есть у вас в глазах тех людей которым вы вообще не безразличны совсем если объясню вот представьте себе такую ситуацию я об этом уже говорил по-моему не раз что вы идете по парку по городскому с женой и ребенком предположим девочкой там нескольких лет или сыном и вдруг сидит какие какие-то хулиганы которые прямо при вас задирают юбку вашей жене там и говорят ну что красивая бросай лоха ну так соси у меня прямо здесь что вы будете делать ну ладно если они там ограничились самки словами просто а если они переходят реальность где если вы хватает ее за грудь и за задницу снимать трусы что вы будете делать на каком базаре сам съезжать вы соберетесь даже если вам удастся съехать на базаре кем вы станете вообще после этого в глазах собственных за ребенка своего и своей жены а если к вашему ребенку цепляется педофил причем это конкретно совершенно понятно что это так и есть вы видите что он этом пристает к нему там трогает его за попу там и все такое прочее вы представляете какие ситуации вы что не будете реагировать что ли никак или предположим вы находитесь там у себя дома приходите все домой а там находится вор в маске посторонний человек например ну такой же как и вы по габаритам по комплексе без оружия просто вы его застали понимаете и он гт мужик отвали я выйду а сам несет что-то вы вы можете подгадывать там оставь чего взял и там иди а он где не я выйду с тем что взял ты пошел нахер вы не будете его задерживать вы пытаетесь его задержать а у вас ударит и вы не будете с ним драться ребята что о чем вы говорите-то и тот скажет не таких случаях там надо там вообще-то множеством пистолет нет понимаете у вас не будет в этот самый момент ни ножа не пистолетов она нету времени принять решение более того есть такие ситуации когда вам реально придется быстро действовать руками и ногами вы заходите подъезд и вас ударяют предположим палкой по голове даже пускай это задумано было но у вас не вырубили и тут же вас начинают бить руками ногами если вы не умеете делать ничего совсем не представляете как себя вести то вас просто запинают до поноса кровавый если у вас есть какое-то представление то вы начнете отбиваться вы закроете голову руками вы будете подставлять ноги под защиту а там от ударов и по ногам вы сможете что-то сделать очень быстро хотя бы даже для того чтобы достать даже то что у вас есть например у вас есть оружие ну в смысле с травматическое даже для того чтобы его достать когда вы застали врасплох вам нужно время которое нужно выиграть а вы выиграть его можно тоже с помощью боевых искусств то есть когда вы можете быстро ударить поставить блок отскочить понимаете временно парализовать оппонента выбросив в его сторону серию ударов например и тогда вы можете действовать дальше понимаете вот это есть такие сам ситуации это глупо рассуждать наоборот что всегда на базаре есть такие моменты когда с вами и разговаривать то никто не соберется я расскажу вам историю простую который конечно меня не красит вообще никак совсем я вырос в 90-е тогда было много преступности много было драк мы все тоже там в организованной спортивности были как мы это называли тогда ха-ха-ха вот и мы иногда для того чтобы себя как-то показать а это было по порядке вообще вещей мы ходили на дискотеке специально чтобы драться мы приходили и затевали драк около дискотеки либо в туалете дискотеки и никто там никаких разговоров и лясов вообще не точил потому что никто и с кем бы разговаривать бы не стал там начиналось сразу все там с удара в нос и в челюсть все и понеслась какие разговоры ребят какие и вот представьте что к вам такие бы не подошли как мы тогда уроды такие я отвечаю что мы просто как гопники конечно вели ну вот вы с дамой находитесь вы заходите в туалет и вам тут же летит кулак в нос а вы ничего не умеете вообще и вы там огребаете просто по полной а предположим вы умеете у вас удар хорошо поставлены вы знаете что такое хорошая двоечка вы знаете как отскочить вы знаете как свою дистанцию сокращать разрывать понимаете вы уже не ну то гребете по полной я сколько раз видел такое и с нами такое бывало когда человек просто шел в отмах как мы это называли и там нормально пошел в отмах то есть его начинают бить сам трое быстро побить его не получилось потому что он хорошо пошел в отмах и его бросали то есть его не били дальше над ним не ну то издевались по крайней мере понимаете все он все на этом все заканчивается к тому же он мог выиграть и время для того чтобы самки пробиться к двери туалета или дождаться того чтобы кто-то в этот туалет еще вошел и гопниковым хулиганом перестало быть интересным там его бить потому что ну это чревато последствиям потому что появляются лишние люди свидетели вот для чего это все нужно да нужны искусство боевые никогда не помешает уметь хорошо сам гидраться никогда не помешает причем совершенно любым и смоки ну способом хоть вы будете заниматься боксом хоть борьбой хоть каратэ хоть ммэй все в определенном плане это поможет даже если вы будете спортивным чертованием сам заниматься и будете без там сабли своей или сам это шпаги рапиры неважно все равно поможет потому что правильный дриблинг хорошее чувство дистанции хороший тайминг позволяют не выхватить я хочу сказать что фехтовальщику например морду набить на пространстве где есть какой-то минут вместо для маневра это практически невозможно потому что скорости за работы на ногах у них просто офигенные на то чтобы дистанцию сократить или разорвать просто фантастически если фехтовальщика научить тыкать пальцем в глаз а шпагой я бы занимался можно запросто попасть точно в глаз потому что мы это тренировали точно в большой палец самге ноги можно пройти сделать укол настолько точно так вот он быстро подскочит и пьет в глаз пальцы и выскочит и не успеет хулихан отреагировать даже на это потому что он только что был далеко потом оказался близко и опять оказался далеко ну невозможно работать с таким эти любой вид спорта а особенно боевой вид спорта и есть понятие о длине рук длине ног дистанции взаимодействия дистанции май тайминге он конечно позволяет уметь защищать себя более эффективно безусловно ну а если ситуации возникает такая что вам просто абсолютно понятно что вас сейчас будут бить по-любому а такое бывает понятно это вот не знаю об этом не может иметь представление только тот кто никогда в таких ситуациях не бывал есть такие ситуации когда совершенно ясно что у вас будут метели не съедете вы на базаре вы идете ночью по улице пустынной не знаю или утром рано или вечером за мне поздно и где-то на узкой улочки стоит около сангистены компания вы проходите мимо них они шушухаются и потом вас окрикивают эй мужик слышь там закурить не найдется вы что думаете им надо закурить они находят просто формальный повод для того чтобы вы остановились и заговорить вам зубы и все это совершенно понятно что у вас не вы можете что хотите говорить что угодно но вы все равно выхватите понимаете это и вам остается либо бежать если возможность есть если ее нет будет обязательно сам где-то с драк но чаще всего можно блин убежать это тоже хороший вариант в данной ситуации искать приключение на жопу специально не надо но если выхода нет то вам придется для того чтобы даже бежать вам придется пробиваться вам придется себе в кольце врагов как и пробить брешь а это будет либо удар ногой либо удар рукой либо двойка либо защита одного за ноги там отбьете перекрываетесь им и убегать но все равно придется придется прибегнуть физическому взаимодействию как я это называю тел по-другому это не работает из таких моментов когда это произойдет полно а еще я хочу привести одну цитату я не помню откуда но по-моему не из ямамото сунутома она и не сагакура но тоже от кого-то из японских юкио миссимо мне кажется все-таки это написал за классика японская да нужен ну гораздо более позднее на прошлый век он значит написал вы можете как сказать так кстати вы не я не помню дословно не процитирую то есть там как раз речит о том что вы можете с человека там отговорить или не отговорить а вы не можете заставить человек вы вы можете повести себя так что другой человек не заставит вас делать то что вам не хочется кроме от одного если человек хочет драться то вам придется драться то есть если человек говорит вам отдай деньги вы не вы можете не отдать или например там и не знаю он говорит вас меняет там убеждения свои там вы можете быть нет я не буду менять убеждения но может что-нибудь вы менять вину что-то там вы можете затем не соглашаться и все такое прочее то есть можете не поступать так как он хочет но если он хочет с вами драться вам придется драться есть конечно другое нет это конечно по японски до рассуждая если по-христиански сам рассуждать то когда вас начинают бить вы можете подставлять там щеки до бесконечности пока вас не там убьют вообще вот это да но это будет избиение и убиение но если вы не хотите пострадать то в данной ситуации все выглядит именно так если человек хочет драться с вами и начинает с вами драться вам придется драться как бы то ни было все поэтому такие ситуации когда приходится это делать они бывают и избежать их ну можно конечно и даже нужно это так это так и надо поступать если как и забереженого бережет бог если вы сами не ищите приключений на задницу сам где свою то с вероятности если вы не попасть такую ситуацию крайне мало но существует такая вещь статистика от нее никуда не деться если уж кто-то попадает предположим какие-то авто аварии в какие-то ситуации с изнасилованиями девушки попадают кто-то становится жертвами маньяка и все так понимаете эти люди и они ничего специального для того чтобы попасть в эти ситуации не делали большинстве своем просто статистика таковая что кто-то в такие ситуации попадает какой-то процент людей и нет никакой гарантии что это что это будете не вы ну нет таких гарантий вам их никто не даст эти люди тоже думали что это с кем-то происходит что-то не с ними там все произойдет это с кем-то другим это с кем-то другим в кого-то другого врезалась сзади машина в жопу понимаете я-то человек может быть вообще не виноват вообще ни в чем он стоит на светофоре ему на полном ходу в жопу въехал тот другой там пьяный например это мог можете быть и вы вы не можете это гарантировать что с вами этого не произойдет вы соблюдали все правила вы все делали так как надо то есть понимаете береженов и бог береженов вы все делали ну разве кроме того что вы за руль сели если бы не сели за руль то не въехал бы мне тоже условно говоря но такая ситуация коль скоро вы ходите по улице то есть вероятность такая что вы попадете в такую ситуацию где придется вам взаимодействовать с оппонентами какими-нибудь никуда не деться от этого вот так друзья мои и ничего вы этому противопоставить не сможете все что хотел сказал по этому поводу а вы думаете сами решайте сами иметь или не иметь вот так вот и пишите комментарии свои салют